Добрый вечер, уважаемые соотечники! Сегодня правительство Назарбаева-Такаева заявило, что с 5 июля вводится так называемый жесткий карантин и его срок 14 дней с возможностью его пролонгации еще на две недели. Как вы понимаете, что срок 14 дней объявлено только потому, что буквально в социальных сетях и в различных средствах массовой информации было перед настроение людей, оно гневное, возмущенное, возмущенное не просто ведением так называемого строгого карантина, а именно отношением этой политической верхушки к своему народу. Дело в том, что когда правительство Назарбаева-Такаев вводит так называемый карантин, они не хотят людям оказывать всемирные формы поддержки, а именно как собственно по минимуму было сделано в марте, когда был объявлен режим чрезвычайного положения и когда у правительства в соответствии с конституцией страны возникало обязательство выплачивать минимальную заработную плату. Именно после того, как был объявлен режим чрезвычайного положения, мы сразу предложили целый пакет мер, который на наш взгляд должен был облегчить людям возможность нахождения в карантине, решить свои какие-то экономические и другие проблемы. И наши требования конечно были исполнены только частично. Мы предлагали выплатить каждому гражданину в течение четырех месяцев по 50 тысяч тенге, списать проценты по кредитам тоже на этот период буквально несколько месяцев. Ну и было ряд предложений, которые по сути дела амортизировали, смягчали последствия развития коронавируса. Но известная поговорка, что скупой платит так называемый дважды, мы сейчас видим, что правительство Назарбаева-Токаева заплатят не дважды, не трижды, а вообще огромную цену, огромную цену, при том не просто деньгами, но жизнями наших граждан. И вообще это постановление просто вызывает гнев и возмущение, потому что опять предполагается, что люди будут сидеть дома, не имея возможности оплачивать свои расходы, не имея возможности получить доступ к нашей медицине. А мы знаем, что больницы не принимают больных, мы знаем, что в аптеках нет самого элементарного, нет медицинских препаратов и это повсеместно происходит по всей стране. И не только в аптеках, но и в медицинских учреждениях. Вот представьте себе, что 16 марта был объявлен режим ЧП и карантин, и за эти почти четыре месяца правительство Назарбаева-Токаева ничего не успело сделать. Мы сейчас видим, как спешно выстраивают они дополнительные койко-места, так называемых спортивных центров, где вообще никаких условий нет, жара, нет никакой инфраструктуры, туалетов, души. И там нет, мы видим медицинского персонала, потому что сейчас Министерство здравоохранения заявляет, что у них нет людей. Мне сегодня пришло из Алматы сообщение, что наши медицинские учреждения ищут волонтеров, которые будут просто раздавать питание больным. То есть вы представляете, до какого состояния доведена наша медицина и как реально работает правительство Казахстана. Мы видели эти пыточные, так называемые, лечебницы, которые на установленных спортивных сооружениях, Павлодар мы видели, видели в Шимкенте, и как мне пишут подписчики, там пару лет назад с крыши падали кирпичи вовнутрь, когда дети там тренировались. И вот представьте себе, что это способ борьбы с коронавирусом, объявляет так называемый жесткий карантин, при этом не создают людям никаких условий. Мы видим, как с февраля месяца Назарбаев просто пропал, спрятался. Так называемый лидер нации, реально рулящий страной, а Такаев его просто кукла. Он появляется изредка на экранах, ну явно смонтированное видео, потом выставляет его в фотографии, и также редко появляется перед граждан нашей страны Такаев. И мы вообще не понимаем, что вообще это правительство делало последние 4 месяца, если нет элементарного, нет лекарственных препаратов. И вообще, каким образом люди должны выживать в этой ситуации, когда больницы не работают, скорые не приезжают, лекарственных препаратов нет. То есть люди брошены на произвол. Каким образом они будут обеспечивать свою жизнедеятельность, если они потеряли работу, если малый и средний бизнес фактически разорился. Внутри этими решениями правительства все ограничивается, их деятельность. Как они будут выживать? Как? Я сейчас хотел бы некоторые меры правительства озвучить, чтобы вы поняли, насколько они абсурдны, насколько они непроработаны. Показывают полную потенцию и дилетантизм правительства Назарбаева-Такаева. Видно, что деградация именно правительства автоматически бьет по всей стране. И цена этому наше молчание, наше равнодушие, наше терпение. И теперь все это бьет по жизням наших граждан. Вот посмотрите, например, какие решения предлагает правительство Атакаева. Это абсурдно. Смотрите. Например, сохранить авиасообщение между регионами и железнодорожные сообщения с ограничениями. Но при этом написано следующее. Приостановить пассажирские автобусные автосообщения между регионами. Вообще очень интересно. Самолеты летают. Люди там летят полтора-два часа, где-то больше. В салонах. Между городами. Поездом то же самое. Вагоны, общие, купе, неважно. Они между городами передвигаются. А автобусы не могут. Вы логику видите в этом? Я, например, не вижу. Что длительное время люди в автобусах находятся, а в самолетах и в поездах не находятся разве? В поездах вообще длительные сообщения. По 12 часов и того больше. То есть где логика? Дальше смотрите. Здесь предлагается ограничить работу общественного транспорта по времени. Ну, сегодня я выставлял видео пассажиров автобуса в Ахтубе. И таких видео много. В Алма-Ате, в Астане. И такого рода ограничения по времени и их частота перемещения приводит к тому, что существующие автобусы набиваются до отказа. И люди фактически опять находятся под угрозой распространения и заражения коронавирусом. То есть вы понимаете эту логику? Вот эти все действия правительства Назарбаева-Туакаева приводят к тому, что риск распространения коронавирусом не уменьшается, а наоборот усиливается. Дальше смотрите. Здесь разного рода запреты есть зрелищных, спортивных, других мероприятий. И разрешается проводить тельные мероприятия на открытом воздухе. Ну, например, говорится, что люди имеют право перемещаться по паркам, скверам в количестве не более трех человек. Ну, и тогда вопрос. А где здесь, в этом документе, что человек имеет право и какой группой ходить в магазины, выходить на улицу? То есть говорится о парках, скверах, не говорится просто улицу. То есть это фактически дает возможность полиции останавливать людей, и говорить, не, вы имеете право ходить в парках и скверах, а на улице вы не можете. Потому что это не описано юридическим языком. Дальше, например, говорится, что людям старшего возраста, кому более 65 лет, нужно их ограничить по перемещению. Но тогда возникает вопрос, а есть ли эти люди испытывают проблемы со здоровьем? Есть ли они одиночки? Если у них нет тех, кто мог бы за ними ухаживать? Каким образом им просто себя содержать, ходить в магазин, ходить за пенсии, в конце концов? Каким образом? То есть, вы понимаете, да? То есть, опять принимается какое-то решение, оно настолько по смыслу абсурдное, и не регулирует возможные разные обстоятельства, которые, по сути дела, приводят к ступору. Теперь смотрите дальше. Здесь говорится о том, что сохранить деятельность различных продовольственных магазинов, открытых рынков. И ресторан тоже на открытом воздухе, за столиками. Но здесь, опять же, не говорится, какое количество должно быть за столиками. 10, 20, 5. А можно ли за столиками на улице проводить той? Опять возможность для того, чтобы коронавирус распространялся. Мы все прекрасно знаем, что у нас той проводились даже в больших автогаражах. Ну, и тогда, получается, на открытом воздухе можно. Затем здесь говорится, что строительные работы на открытом воздухе бригады могут проводить свои работы. Но, опять же, не говорится, а бригады из скольких человек. То есть, получается, бригада, если из 10 человек, может работать на открытом воздухе, быть рядом, но при этом люди имеют право гулять только втроем на улице. Понимаете? Это просто показывает таких мест, которые вообще некачественные. То есть, принят спешный документ, не отработан, и каждый из них фактически будет способствовать распространению, развитию вируса. И очень важный момент. Правительство не берет на себя никаких обязательств по решению вопросов по маскам, по лекарственным препаратам. Вот сейчас, недавно, правительственные СМИ опубликовали, что Министерство здравоохранения закупило лекарств на 18 миллионов тенге. Целых 18 миллионов тенге. И что этих препаратов хватит ли чуть ли не на два месяца. Но представьте себе, что в этих условиях, когда говорится, что средств не хватает, идут обращения к гражданам, чтобы граждане пожертвовали какие-то средства на покупку ИВЛ аппаратов, у нас происходит параллельное увеличение бюджета Комитета национальной безопасности на 50 миллиардов тенге. Вдумайтесь! 18 миллионов тенге на покупку лекарственных препаратов и на целых 50 миллиардов тенге увеличение бюджета Комитета национальной безопасности, где орудует ближайший сподвижник Назарбаева Карим Масимов. Вы понимаете масштабы того, что происходит в нашей стране. То есть получается, что правительство отправляет на карантин всю страну, не решает никакие вопросы, ни финансовые, ни вопрос снабжения лекарственными препаратами. Постановление не оговаривается, каким образом будут работать медицинские учреждения. Постановление не говорится о том, что сейчас критическая ситуация, что больницы не в состоянии принимать больных. То есть мы видим все меры, которые озвучены решением правительства, они направлены против граждан, как бы наказать, репрессировать. Но мы все знаем, что в условии, когда сейчас идет активное распространение коронавируса, полиция гоняется за активистами, за то, что они были на саботаже. Полиция преследует людей, мы знаем, что закрывают рты врачам, не дают возможности им говорить правду, и в этом постановлении мы видим это просто ограничение и репрессии. Сейчас ситуация очень плохая. Население находится в паническом состоянии. Министр здравоохранения вчера сообщил, что по итогам полугодия якобы произошел рост тех людей, которые ранее болели пневмонией на 50%, но и сделал такую оговорочку, что только за июнь месяц количество заболевших пневмонии увеличилось в 4 раза. То есть около 8 тысяч болело в июне прошлого года по всей стране. Сейчас свыше 32 тысяч. Как вы понимаете, что на самом деле это просто коронавирус. И такой взрывной рост только за июнь месяц, это только начало. Мы понимаем, что в июле, в августе это будет стремительно расширяться. И те, так называемые, койко-места, которые сейчас усиленно готовят по всем регионам страны, это по сути дела место для того, чтобы просто убили людей. Потому что там нет инфраструктуры, нет аппаратуры, нет медицинского персонала, будет стоять жара, не будет вообще ничего, не будет форм финансовой поддержки. Как мы сейчас видим, как это правительство относится к населению. И мы понимаем, что эта показуха, по сути дела, будет трагедией для нашего народа, как был голодомор в 30-х годах. Нас ждут страшные последствия. И сегодня нам радостно сообщает, что Назарбаев вдруг за последние две недели, даже меньше, по-моему, неделю назад нам сообщили, что он заболел коронавирусом. И тут на тебе он оказывается уже здоровенький и целый. Но вы представляете, что в условии, когда у нас тут идут трагические события, нам радостно сообщают, что Назарбаев выздоровел, что все хорошо, все будет нормально. Мы видим, что они не будут говорить правду, не наладят работу здравоохранения. Мы вообще видим ситуацию трагическую. Что мы предлагаем, уважаемые друзья? Мы считаем, что ситуация чрезвычайная. Чрезвычайная ситуация, и она требует чрезвычайных мер. Необходимо сейчас именно срочно вводить режим чрезвычайного положения. И в первую очередь людям нужна сейчас финансовая поддержка. Срочный и немедленный, при том достаточно длительный срок. Мы уже озвучивали меры, которые необходимо предпримить. Это требования демократического выбора Казахстана. Первое. Каждому гражданину, каждому жителю Казахстана выплачивать по 100 тысяч тенге ежемесячно. И так в течение трех месяцев. В течение трех месяцев до тех пор, пока не наступит именно стабилизация и не пойдет на убыль распространение развития коронавируса. Это первое. Второе. Необходимо людям с марта по конец июня выплатить их кредитные обязательства по процентные кредитные обязательства между банком, банком второго уровня. И третье. Малому и среднему бизнесу с марта до конца года списать все ключевые налоги. Мы изучили этот пакет. Сумма порядка 15 миллиардов долларов. И когда общие резервы со стороны страны, как говорит Назарбаев, такая составляет около 90 миллиардов долларов, эти суммы необходимо потратить сейчас и немедленно. Как я говорил, скупой платит дважды. Наша страна заплатит не дважды, больше, трижды, а заплатит помимо всего прочего жизнями людей. Именно эти меры стабилизируют ситуацию. Далее, если мы говорим о том, что ситуация чревчайная, об этом говорит и Такаев, и министр здравоохранения, об этом говорят все, нам необходимо предпримать чревчайные меры. В борьбе против коронавируса нужно привлечь все силы страны, включая армию, нам нужно привлечь ведомство ЧАЭС, усилить бюджет Министерства здравоохранения, не нужно нам это КНБ, которое в период коронавируса опять все это время занимался только тем, что преследовал людей, закрывал рты врачам, необходимо минимум на 100 миллиардов тенге сократить бюджет Комитета национальной безопасности. Они прибавили в апреле, когда не было денег на 50 миллиардов, никто не заметит, если будет сокращение бюджета на 100 миллиардов тенге. Поэтому все эти деньги нужно развернуть на борьбу против коронавируса, оказать всемирную поддержку нашему населению. И еще этих средств будет достаточно, чтобы решить вопросы с медицинскими препаратами, купить необходимое количество ИВЛ. Я вчера говорил, что один достаточно качественный аппарат ИВЛ стоит порядка 20 тысяч долларов. нынешнее правительство все время заявляет о том, что их не хватает. Они обещают закупить 2000 штук. видите, что даже дети своим родственникам, вот один мальчик своему дедушке сделал вручную ИВЛ. Вы представляете, до чего докатились? Сейчас мы будем ножи, скальпели и другие какие-то вещи будем изобретать. Вот где наше реально находится здравоохранение и вот где находится наше правительство. То есть никакой помощи нет. Поэтому нужно действовать решительно. Необходимо отдавать вполне достоверную информацию не на еженедельной основе, как сейчас сказал министр здравоохранения, а смертя, которая происходит в Казахстане, чтобы люди реально осознавали опасность. Нужно давать ежедневную информацию ежедневную и это должны видеть все. Протоколы лечения должны быть распространены по всей стране. И мы должны видеть состояние больниц. Мы не должны получать все эти видео сообщения, когда наши граждане с трудом снимают, когда у них отбирают телефоны, когда им не дают возможность показать реальное состояние дел. Мы должны видеть все. Только открытость и гласность. только тогда, когда врачи могут говорить о всех своих проблемах, когда врачи будут получать действительно то самое вознаграждение, о котором говорил Такаев, когда наши люди будут в состоянии решать свои вопросы, закуп медицинских препаратов, решить вопросы аренды жилья, оплату кредитов, и так далее, только в этом случае мы можем надеяться, что выйдем из этого состояния. Уважаемые друзья, мы с марта месяца говорим о тех мерах, которые необходимо предпринять. Мы видим, что это импотентное правительство во главе с Назарбаевым Тукаевым не решает ни один вопрос. И сейчас они тоже открыто заявили, что не собираются решать, не собираются выплачивать людям никакие суммы денежных средств для того, чтобы вы могли решить свои жизненные проблемы. Еще раз хочу подчеркнуть, это результат нашего молчания. Когда кто-то говорит, что в той или иной стране повезло с правительством, я хочу сказать следующее, если народ молчит, если народ не действует, приходит во власть именно такая коррумпированная кучка людей, как Назарбаев, Такаев и все прочие, и никакой помощи не будет. Нам нужно спасать самих себя самим. Мы сами должны действовать. Я считаю, что мы должны требовать выполнения именно режима ЧП, выплаты каждому гражданину по 100 тысяч тенге, и все требования, которые я озвучил, необходимо добиться. Но мы не должны говорить, что они ничего не решат, что 30 лет только обещал и дальше будет обещать. Сейчас ситуация чрезвычайная. Сейчас на кону стоит не просто плохое экономическое положение населения, сейчас на кону стоит жизнь. Сейчас мы должны действовать активно. Я призываю вас, чтобы вы выходили в социальных сетях с требованиями к этому правительству, с требованием, чтобы все выплаты осуществлялись, с требованием, чтобы медицинские учреждения работали в полной мере и финансировались, с требованием, чтобы был сокращен бюджет комитета национальной безопасности, с требованием, чтобы прекратили преследовать активистов, чтобы отменили так называемые электронные судебные решения, когда стороны не могут там участвовать и фактически идет судилище, идет судилище как врачей, так и активистов. Я считаю, что мы должны потребовать от правительства прекратить все эти действия и добиться, добиться, чтобы эти выплаты делались. Это возможно только тогда, когда мы будем активными. Уважаемые друзья, я призываю вас действовать, вливаться в ряды нашего движения «Демократический выбор Казахстана». Сейчас ситуация действительно чрезвычайная и она фактически приведет к тому, что этот режим будет сменен. Единственный способ добиться перевен, единственный способ выжить, единственный способ не клянчить деньги у Назарбаева и Такаева это получить доступ к власти, доступ к бюджету страны, который реально достаточно для решения любых проблем, чтобы выйти из этой ситуации, выйти из экономического кризиса, прекратить воровство миллиардов денежных средств, клянчить у наших соседей типа России, которые тоже находятся в сложнейшей ситуации. Мы можем сделать все сами. Мы можем сделать сами, если мы объеднимся и будем действовать. Есть политическая организация, демократическая выбор Казахстана, есть политическая платформа, платформа предполагает построение парламентской республики без должности президента. Мы сильные нации, у нас достаточно сильных, грамотных и умных образованных людей, нам нужно только проявить решительность, нам нужно прекратить молчать, оказать воздействие и давление на эту коррумпированную власть, я уверен, мы все изменим. Алга, Казахстан. Продолжение следует...